Микс Ньюс Добрый день, доброе утро, точнее, уважаемые радиослушатели. Программа «Встретились, поговорили» В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин И сегодня у меня в гостях Бажина Рынская, журналист, светский обозреватель Давай, Игорь Малашенко, здравствуйте, Бажина Здравствуйте Когда я сделал анонс интервью в Фейсбуке, многие задали вопрос Как вы себя чувствуете и почему вы согласились на интервью Поскольку вот еще недавно только потеряли мужа Тяжело вам это было сделать? Тяжело согласиться на интервью или тяжело мужа терять? Тяжело согласиться на интервью? Нет, вы знаете, наверное, легко Я так сижу и так одна, как это сыч в дупле, поэтому я Ну, согласиться легко, дать, как вы пьете, труднее гораздо Но вы и в социальных сетях высказываетесь на эту тему То есть вот эта попытка поговорить с кем-то сейчас для вас это очень важно Да, наверное, это важно очень, да Я пытаюсь, знаете, автоматом что-то делать, мыться, чистить зубы, покупки делать, кормить себя Я как-то пытаюсь вот прийти на радио, что-то заставить тебя сделать, чтобы не в пучину вот этого, как бы, горя не скатиться А люди, они добры к вам сегодня в социальных сетях, в публичном пространстве? Потому что много... Я по чужим, как бы, сетям не хожу У меня в Фейсбуке и в Инстаграме все ко мне очень добры, да Ну, ваша жизнь, можно сказать, что разделилась на до и после? Да, моя жизнь разделилась на до и после Скажем так, моя жизнь разделилась на жизнь и нет жизни На жизнь и не жизнь Вот так разделилась жизнь моя Для вас потеря мужа стала шоком, это было неожиданно Ну, понимаете как, у меня, я не могу сказать, что это было шоком Потому что у меня предчувствие такого хатонического ужаса начало преследовать дней за 10 до Когда ему стало резко плохо перед разговором с судьей Значит, дело в том, что его бывшая жена развязала очень агрессивную кампанию против него Она наняла за его деньги очень агрессивную контору, которая специализирует юридическую Которая специализируется на изматывании противника То есть люди что делают? Люди там, грубо говоря, вы педофил Мы знаем, что вы педофил Ну, они его в педофилении обвиняли, понятное дело Но они его обвиняли в том, что он развелся за спиной жены В том, что он растатил полмиллиона То есть делается фривол склейм И человек начинает отбиваться Он говорит, а, ну вы не педофил, ну хорошо, ну ладно, не педофил Вот, и они делали разные фривол склейм Это чем не подкрепленные заявления И Игорь на все эти заявления реагировал очень тяжело У него он очень хрупкий был У него была очень хрупкая психика Он скатывался в пучину, в депрессию моментально То есть у него все хорошо, все хорошо Но он вообще не держал удар И она это знала прекрасно Она знала, она умела включать его депрессию Просто на раз, вот так вот И мне моя горничная, московская Галина Сказала, что Когда она приезжала, это самое Между собой знакомые Называли ее Лену Гангрену Потому что если она вцепится От нее невозможно Она из глотки вырвет И вот эта самая Гангрена сказала Что, значит, я ему развода не дам Я его три года помотаю После чего он сам в конце отдаст Так сказала горничная Я сама этого не слышала Но горничная сказала, что она это сказала своей матери А почему она сказала, что он сам в конце отдаст Так и получилось Потому что у него он очень легко проваливался в депрессию Он не держал удар вообще Вот когда в Майами, когда в Юрмале Когда все хорошо, на нас никто не нападает Игорь веселый, здоровый, хороший и так далее Но стоит ему перед тем, как лететь на суд Все, человек превращался в абсолютного Ну вот в тяжелого депрессанта То есть этот суд по бракоразводному процессу По бракораздельному процессу Бракоразводный процесс был в Москве И от нее там ничего не зависело Сыну 18 лет исполнилось Развелись без его решения Вот вы говорите о том, что Игорь Малошенко не умел держать удар Но он ведь стоял у истоков создания НТВ Тогда умел, но у него был посттравматический синдром После того, как он потерял НТВ А еще потом потерял РТВА У него иммунитет к потерям исчез Человек, есть запас прочности Его запас прочности кончился То есть его сломали получается Его сломали, да Потери НТВ, а потом потери РТВА Его сломали, да Но как, вот вы сказали о том, что за 10 дней До вот этого трагического события Вы стали чувствовать Как эти 10 дней проходили? Какими вы их понимали? Я пошла в Фейсбук Потому что я чуть что начинаю кричать Ратуйте люди У меня такой характер Я пытаюсь привлечь внимание Что мужа убивают, мужа убивают И когда я увидела, как у мужа перекосило лицо И как у него началась дикая головная боль Я поняла, что еще чуть-чуть у нас будет инсульт Я вызвала скорую Я, по-моему, пьюрмали очень приличная больничка Отвезли его в больничку Там все Кардиограмма оказалась нормальная Поставили, что это неврология Потом мы поехали в больницу На Бруции Там нам сделали КТ Пошли к неврологу Невролог Он произошел тест у невролога И он сделал этот тест блестяще То есть никакого ни Альцгеймера, ни Маразм Боже упасти не было Этот тест невролог сама говорит Я так быстро не делаю, как сделал Игорь То есть человек был здоров Человек был, как вы понимаете, ментально здоров Вот он делает никаких признаков Как бы того, что он гуляет головой Не было Это чисто были депрессивные Чистая реакция на стресс Вы обращались к психологам, к психиатрам Мы обратились перед судом Перед тем, как должен был быть суд Игорь перестал пять Должен быть суд в Америке Где нас обвинили в растрате полумиллиона долларов Которые ушли на адвокатов, на бухгалтера На карту дочери На съем дочери На виллу в Испании Это не на нас Мы жили очень скромно И несмотря на то, что правда была на нашей стороне Игорь панически воспринимал эти атаки Панически Потому что судья захотел взять И его деньги европейские И перевести на американский замороженный счет То есть оставить нас вообще без денег Взять под контроль все наши средства Что просто для нас обозначало бы Мы бы не выжили И Игорь к этому отнесся Просто он лежал, он не вставал Всю работу занималась я А он перестал спать Мы пошли к психотерапевту И психотерапевт сказал Что у вас глубокая, тяжелая депрессия Вам надо ложиться в больницу Игорь сказал Я здесь уже ложиться не буду Я лягу в Москве И мы договорились Что мы подаем на вид на жительство В Юрмале 26 числа После этого он немедленно ложится в больницу И мы начинаем его обследовать Вместо этого он сделал тайную почту Про которую я не знала Купил билет И в Испанию, где у него дом И на рейсе в 7 утра улетел Я получила смс-ку Что я проснулась От странной тревоги И снова уснула И когда я проснулась уже в 9 утра Я вижу смс-ку Я улетел в Лондон Не трогай меня Мне надо заняться гибралтарскими компаниями Ну действительно ему надо было заняться Он хотел завещать мне гибралтарские компании Мне надо заняться гибралтарскими компаниями Я выяснила Что он улетел в Испанию Вовсе не в Лондон Оставил меня со зверями Без доверенности на машину Нормальную И я поняла, что что-то происходит Я начала ему писать Как я его люблю Я начала говорить ему Что происходит Он мне написал Не вздумай сюда соваться Иначе я не буду заниматься Оформлять на себя гибралтар Мне нужно побыть одному Я в тот момент Тоже была в очень плохой форме На меня был взвален Весь бракораздельный процесс Я занималась всеми цифрами Документами Я проверяла все выводы форенсик-аккаунта Все счета Со всех карточек Со всех переводов Все это делала я Это большая тяжелая работа Форенсик-аккаунт в Америке За нее получаю Гонорар у него 120 тысяч долларов А я сделала эту работу Бесплатно Одна за три дня Мне было очень тяжело И я тоже была наэлектролизована Да, мне не хватило В эти дни Я не могла создавать дома Спокойную, ласковую атмосферу Я создавала Нервозную атмосферу тоже Потому что я работала Игорь лежит трупом практически А я работаю Конечно, меня это не радовало Конечно, я идеальной женой В это время не была Но мне самой было очень плохо В итоге я так поняла Что Игорь улетел От этого нервозной атмосферы дома Суд закончился тем Что эти деньги оставили нам То есть все было на самом деле хорошо Нашелся покупатель на английский дом И мы смогли бы расплатиться с адвокатами И у нас вот нужно было Я была уверена Что он не совершит ничего Потому что вот нужно вот уже сейчас Английский дом Нужно поставить подпись Под контрактом Дальше, значит Значит, дальше У нас что еще хорошо было Судья оставил наши деньги при нас Нам выделили очень приличную сумму На месяц Которую мы имеем право Тратить на себя И она больше была Даже чем мы обычно тратили В общем, все складывалось Как нельзя хорошо И у нас был С Игорем нормальный день С утра у меня попросил сделать очередную смету Я сказала Давай только Ты сиди с калькулятором И переводи мне евро на доллары Чтобы считать долларовые траты Он отказался Я стала на нем прыгать И говорит Иди работай, иди работай Тебя валяться не дам Он говорит Дюка, не кричи Я говорю Нет, буду кричать В общем, я попрыгала на нем После чего он взял Вот просто Как полушутку Полузлясь Вот Он встал с кровати Взял калькулятор Стал мне помогать работать И вы действительно Говорите, вы что-то очень много Много в этом месяце потратили Я говорю Да, надо покрывать расходы Сейчас я их закрою Потом, значит, он мне говорит Вы с Люсиком идите гулять И скажите мне, где вы Мы обедать пойдем И стал лежать Он полдня лежал Я ему не мешала лежать Он сказал Вы идите гулять А потом садитесь обедать Я к вам приду Вот это было необычно Обычно мы вместе все делали Мы вместе гуляли Вместе шли обедать Ну хорошо Он говорит Дюка, мне надо побыть С самим собой То есть это вас насторожило Ну слегка Ну не до такой степени Что думать про суицид В итоге он купил билет в Испанию В это время Пока мы с Люсиком гуляли Люсик, это моя собачка Потом мы сели в Меморис обедать Обсуждали историю Издалинской женщины Женщины из Долины Издалин Детективная история Которая очень нас увлекла Значит, обсуждали эту историю С ним обсуждали историю Всякие детективные Другие шпионские То есть это был нормальный Веселый обед С веселым С нормальным состоянием Человеком У него прошло вот это вот С утра нежелание Вставать, идти работать Желание валяться Было нормальный Потом мы пришли домой Стали играть с Краббл Сыграли подряд две партии Весело довольно провели вечер Болтали про то, что Я говорю, видишь, говорю Значит, у нас дом английский Придался Уже у нас хорошо Все начинается Судья нам деньги оставил Он говорит, да, ты так счастлив Что мне не нужно Деньги в Америку Под контроль переводить Что, говорит, просто Даже от счастья Просто не знаю Куда деваться Он радостный Очень был по этому поводу Потом он говорит А я пойду с Люсиком погуляюсь Я говорю, я пошлю Я пойду с вами Он говорит, ну тебе же не хочется Ведь холодно же на улице Ладно уж, посиди Надо было мне пойти Мы последний раз Погуляли вместе Значит, он пошел гулять с Люсиком Вернулся И Лев пошел спать Сказав мне спокойной ночи Это тоже было Очень спокойной ночи Довольно хитро и ласково Это было тоже необычно Потому что он не любил Уходить спать, не прощаясь Что меня очень бесило Сказал мне спокойной ночи Я сказала спокойной ночи Ну и тут типа сидела с компьютером После этого выяснилось Что он накупил билет Пока мы, значит, с Люсиком гуляли днем И с утра я получил смс, что он летел в Лондон На самом деле он улетел в Испанию В Сатагранд Когда я узнала, что он в Сатагранд Он сказал, не смей сюда соваться Иначе я тебе не буду завещать Гибралтар Дело в том, что за вечером в его отлет Был звонок от солист Солистера, человека, который занимается Как раз оформлением этих компаний И он очень радостно с ним разговаривал И я вчера с этим солистером тоже разговаривала Он сказал, что Игорь был бодрый, веселый Разговаривал с ним абсолютно Говорит, вот никак не скажешь Что человек находится в остром состоянии депрессии Он прекрасно разговаривал с этим солистером Радостно Я говорю, кто тебе звонил? Он говорит, да Плужников звонил Я говорю, ну и что? Он говорит, ну что, ну узнай, поняли, как действовать Пойдем по удобному, оптимальному пути То есть абсолютно нормальная, здоровая реакция И то, что он гибралтарскими компаниями Полетел заниматься к себе в Испанию Где он от Гибралтара живет На расстоянии просто, я не знаю Полчаса езды Да, он живет как раз вот там И, значит, это тоже было абсолютно логично Нелогично было то, что он мне сказал об этом с утра Но, может быть, он не хотел, чтобы я подумала, чтобы я за ним увязалась Хочет человек один побыть А у меня рейсов прямых не было Собаку мне было оставить не с кем И я не прилетела за ним, потому что просто я устала летать Я устала работать, я устала от всего Я с адвокатами летала работать, тоже я Я устала от перелетов Я захотела поехать в Вильнюс к своему другу Душу ему, так сказать, злить Рассказать, как я устала И как мне забодалось, что все на мне держится Что я все одна, одна и пашу А сейчас я думаю, ну что я пашу одна Ну, неужели, войну уж и побольше люди пахали Могла бы и попахать, ничего бы не рассыпалось Я как-то стала себя слишком жалеть Слишком себя, как бы, чувствовать обиженной И упустила за этими думами о своей несчастной судьбе О том, что я перерабатываю И упустила состояние Игоря Я вместо того, чтобы лететь за Игорем И брать его в охапку и возвращать Я позвонила экономке Попросила ее заехать в дом, проведать Игоря Она заехала, сказала, что Игорь Прекрасно в нормальном состоянии И никакую суициду он совершать не собирается Я попросила друга зайти проведать дом Друг написал ему смс-ку Старик, я знаю, что ты тут, если захочешь, звони Друг не зашел Причем сын друга что-то почувствовал Сын друга сказал Пап, давай зайдем к дяде Игорю Тот говорит, знаешь что, я знаю, как к дяде Игорю заходить Когда дядя Игорь не хочет никого видеть Он тебя просто матьюками пошлет И скажет, что старик, типа, иди туда на три буквы Я не социален Вот и все Короче, он закрылся в доме Все и экономка, и друг Другу не ответил Экономка сказала, что он даже не собирается Совершать суицид Потом он всю ночь пил и с утра повесился Но вы чувствуете себя виноватой? Вот вы говорите, я не смогла Конечно, конечно Чувство вины у вас Конечно Я не смогла дома создать необходимую атмосферу Я с головой ушла в войну Я была этим самым Я была полководцем Который забыл про своего Про свою, как бы, роту Да, я роту потеряла Я потеряла своего солдата Потеряла того, кого я должна была защищать Я должна была его защищать И я его потеряла Я увлеклась войной Я слишком много внимания Уделяла работе с адвокатами И вместо того, чтобы Игоря поддерживать И быть военными Не военные действия делать А дома ласковую и комфортную атмосферу И я виновата в том, что я поехала в Вильнюс Изливать душу другу Про то, как на меня, значит, перепахали Пересиди, как меня перегрузили Хотя, на самом деле И не так уж меня и перегрузили Но бывают работы и пострашнее Знаете, наши родители работали гораздо серьезнее Как вы узнали о смерти? Вам позвонили? Мне позвонил тот самый друг Которого я попросила проведать Игоря И сказали, что его сняли с дерева Что было дальше? Дальше я была в ступоре Дальше я позапросила знакомую свою Немедленно взять собаку и кошку Она взяла и собаку, и кошку Отвезла к своим родителям Дальше мой друг дал мне свой самолет И я полетела в Малагу Вот этот перелет Обычно, когда такая потеря Вот это первые часы Это состояние, как в тумане у людей обычно проходит Я плакала, как в тумане Сидела, плакала, как в тумане Я не понимала еще Я не верила, не понимала Но вот это осознание потери Как быстро вы поняли, что произошло? Вот этот шок, когда он прошел? Когда я его увидела Вот вы сказали в одном из интервью, что у него было довольное выражение лица Да, у него в морге, у него было в Испании очень довольное, умиротворенное выражение лица А на похоронах она уже была... В похоронах уже был чужой человек, это уже был немой Игорь На ваш взгляд, можно ли было остановить случившееся или, как говорят... Можно было, можно было, можно было Нужно было, во-первых, сразу собросаться в самолет и лететь с двумя пересадками Собаку, в конце концов, отправить в гостиницу Нужно было... Я просто устала от перелетов Я устала летать Я только что прилетела из Москвы, где я работала с адвокатом Который пил из меня немерено кровью Но мы хорошо поработали очень с ним Понимаете, все бисеев и дэвид писала я Все эти самые, как подавали бумаги, которые подаются в судью Все это писалось прямо мне Потому что Игорь полностью с себя эту часть работы снял И я была уставшим У меня начались головные боли, мигрени Из-за этой мигрени я не полетела Надо было закинуться таблетками и лететь И лететь немедленно Зная, что он плохо держит удары Зная, что он тяжелыми приступами депрессии Надо было лететь и хватать его Как отреагировали ваши знакомые, ваши друзья? Потому что я читал пост Антона Красовского В котором он сказал, что на похороны пришло очень мало людей Пришли только друзья, пришли только те, кто с Игорем дружил Нужные люди, так называемые, не пришли Потому что Игорь сам нужным человеком в последнее время никому не был Друзья отреагировали замечательно Первым же самолетом прилетела Саша Вертинская Значит, в Москве меня кормила и ухаживала за мной Альбина Назимова Навещали меня в больнице все Значит, прекрасно отреагировала моя тетя Нина Костикова Которая немедленно прилетела и возглавила все То есть все шло, всем занималась Нина Если бы не тетя Нина, я бы просто бы Я не выдержала бы этого, я бы не смогла Тетя Нина Саша Вертинская Вот кто были главными помощниками Марк Гарбер, который меня госпитализировал сразу Но Гусинский не приехал? Нет, конечно То есть о Гусинском вы высказались в интервью Ксении Собчак Ну я уже все высказалась Ну я про него и все это как бы говнюк просто редкий Вообще предательства, много было предательств в жизни? Гусинский Игоря предавал, да Предавал неоднократно А не пытались с ним разговаривать на эту тему? Я Гусинскому, когда он очередной раз пак сделал Игорю Я ему написала очень жесткое письмо Очень жесткое письмо о приличиях, про его местечковость Про его происхождение за дело с завода Фрезер Вот, он же у нас с завода Фрезер Вот И написала все про то, как ведут себя приличные люди И как ведут себя неприличные люди Игорь приличный человек, Гусинский нет На ваш взгляд, почему так произошло? Почему Игорь Малашенко оказался выброшен из этой дворческой бизнес-жизни? И вот от него отвернулись? Он оказался Путину помогать, когда были выборы Он же сказал, что это человек КГБшника КГБ преступная организация Я двигать президента, его не буду Он Путину попортил много крови И он был Все, НТВшники были Им была всю жизнь, вся жизнь мятежным мятежником Так же, как и декабристов высылали в Сибирь Так же мятежным их НТВшникам была испорчена жизнь Но он не жалел никогда об этом решении Не хотел потом А какое решение? Я не понимаю С Путиным, скажем так, если кто-то шел на сотрудничество с властью и сохранял свои посты Нет, Игорь не жалел об этом, нет Он понимал, что он бы не смог на такие посты И он смог бы возглавлять какой-то нейтральный телеканал Он смог бы возглавить оппозицию и быть лидером оппозиции Собрать оппозицию и быть лидером, ее консолидировать Но стать предателем, стать штрикбрекером, нет, он никогда не смог бы Но вы ведь тоже журналист, которого называют оппозиционным У вас никогда не было соблазнов встать на сторону власти? Никогда Я их так ненавижу всеми фибрами души Это уже была бы не я То, что я принципиальная и то, что я понятийная Это меня в жизни и держит Иначе я бы тоже с собой покончила Но это мой стержень Вы меня спрашиваете Не было ли у вас соблазна стержня из себя вынуть? А на ваш взгляд, почему система ломает Ведь многих людей из НТВ, того же и так далее Вот, например, Андрей Норкин, который сейчас ведет на новом НТВ И который был человеком, ну, с демократическим взглядом Казался приличным Ипотека, деньги очень нужны Деньги многих сломали Да, деньги очень нужны, деньги Негде кормиться приличного журналиста Нечем заниматься, негде кормиться Вот сегодня мы как раз говорили о том, что финансовое положение тоже не завидно у вас Как вы выживаете? Сегодня я выживаю очень плохо Я буду... Мне предстоит суд в Америке за наследство Игорь мне оставил одну квартиру И выживать мне будет очень трудно Сейчас мы сделаем небольшой перерыв Буквально несколько минут Затем вернемся и продолжим Бажена Рынска у нас в гостях сегодня Оставайтесь с нами Мы продолжаем эту программу Встретились, поговорили Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копейный В гостях у нас сегодня Бажена Рынска Здравствуйте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам Также пишите по WhatsApp 230-6191 И вопросы мы получаем также из Facebook И вот Маша задает вам вопрос Вы хотите ребенка отыскать? Да Да Как... Что вы планируете делать? Ну что я планирую делать? Я планирую искать суррогатную мать и подсаживать эмбрионы, которые у нас, слава Богу, сохранились Ну вот как раз наша радиослушательница Маша спрашивает Читаете ли вы суррогатное материнство этичным? Абсолютно Я все считаю, что про жизнь и про детей этичным Ну вот как раз про детей, опять же, комментарии, которые мы получаем и от наших радиослушателей Вам вспоминают фразу, сказанную в одном из интервью Если я не ошибаюсь, о том, что вы планировали Ну, вы высказывали мнение, что нужно залить зарином детскую площадку Нет, это было не так Я сказала, что когда у тебя... Я оправдывала людей, которые залили гудроном детскую горку Значит, совсем не так я сказала Это мое высказывание начали и передернули То есть переврали Я сказала, что, знаешь, когда у тебя грохот стоит под окном 24 часа в сутки Ну хорошо, 12 часов в сутки Не то, что гудроном, зарином залить хочется Когда кто-то возмутился, что гудроном залили громыхающую детскую горку Которая была расположена прямо под окнами людей Но вас часто неправильно понимают и вырывают из контекста? Очень часто мне приписывают то, чего я не говорила И очень часто мои высказывания перевираются Скажем так, я часто становлюсь оклеветанной То, что я требовала залить Зарином детскую площадку Это клевета Давайте называть вещи своими именами Да, в мой адрес клевета звучит очень часто Но как вы реагируете, когда слышите такие интерпретации? Вы пытаетесь... Понимаете, если бы я жила в приличной стране Я бы на каждую такую интерпретацию в суд бы ходила И выигрывала бы деньги И отучила бы всех очень быстро Но поскольку в стране мы живем неприличной И Фейсбук тоже не подтверждает Эти люди же, клевета же, как правило, анонимна Начинают первые распространять клевету анонимы То очень сложно привлечь кого-то Поэтому я с этим не могу сказать, что я смирилась Но я понимаю, что я бессильна Против клеветы в России я бессильна У нас звонок Надевайте наушники Давайте Так, только что был сорвался 6-7-2-12-93-9 И 6-7-2-13-93-9 Здравствуйте Чувствую вам и соболезную Спасибо Ну, у меня, да У меня вот такой вопрос Скажите, пожалуйста А вот как Игорь относился к Ксении Собчак? Извините, может быть, слишком тривиальные, неподходящие Но как ты вот хотелось бы узнать Он злился, что она не слушала его советов И он злился, что она поступала в течение кампании Не так, как он считал нужным Вы были против того, что Игорь участвовал в предвыборной кампании? В первую секунду да Но во вторую секунду уже нет Потому что это его помогло выскочить из депрессии Ему это было интересно Все, что хорошо для Игоря, хорошо и для меня Я не считала морально-этичным эту кампанию Я считала, что эта кампания ставила цель И оттянуть голоса у Навального И не оттянула Но все, что хорошо для Игоря, было хорошо для меня Мой муж занят, мой муж работает Значит, я счастлива А какие у вас отношения с Ксенией и Собчак? Вы дали ей первую информацию Сейчас теплые, раньше были плохие Сейчас относительно теплые Она помогла с поминками Игоря Она к Игорю очень тепло относилась То есть можно сказать, что вы помирились? Ну, можно сказать так, да Еще звонок у нас Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый день, Евгения У меня три вопроса коротких И два даже к вашей гости Бажена, первый вопрос Вы говорите о том, что часто становитесь и клевещиной О том, что вот так аудитория, публика реагирует на вас Поэтому вопрос Может быть, это не публика так реагирует? Может быть, это вы как-то себя не так вели или ведете? И, соответственно, это какая-то ответная реакция Это называется виктимизация То, что вы сейчас делаете Вы говорите жертве, что вас оклеветали, потому что вы не так себя вели Нет И это именно этим вы и занимаетесь Вы занимаетесь виктимблеймингом Виктимблеймингом Нет, нельзя спровоцировать преступление Ну, скажем, вы тоже часто относитесь к людям достаточно резко И позволяете себе тоже довольно резко высказывать Резкие высказывания и клевета Это две большие разницы, как говорят в Одессе Клеветы я себе не позволяю Резкие высказывания позволяю И поэтому допускаю их и в свой адрес Клеветы не допускаю И в свой адрес тоже ее не допускаю Но, к сожалению, бессильно перед этим Да, понятно И второй вопрос будет То есть события последних месяцев Они как-то вас изменили Я с вами общалась лично И у меня очень приятное впечатление от общения осталось, например Но при этом я периодически наблюдаю, как вы высказываетесь Довольно резко в книге где-то Но все равно какие-то события, особенно такие трагичные Они людей меняют И как-то немножко перестраивают И программируют, может быть Вот вы как-то замечаете это? Я не знаю Я знаю, что я абсолютно не живу Я веду себя как живой человек Но я абсолютно внутри мертва Поэтому меня очень многие вещи просто перестали задевать Крики, шум какой-то там Не знаю, когда кто-то себя ведет неправильно Мне просто стало безразлично Еще звонок у нас Я не знаю, называется это Изменить себя, не изменить себя Просто мне стало все безразлично Еще звонок у нас Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр Да, Александр Я не знаю, ответит ли гость на мой вопрос Мне вот показалось, что она должна это знать Скажите, пожалуйста, вы давно уже знаете Ксению Собчак? Давно знаю, лет 15 Вот скажите, пожалуйста Сама ли она пошла на выборы в президенты Или это была чья какая-то политическая инициатива? Спасибо Ой, на этот вопрос не могу ответить Слишком много знаю Не мои тайны 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии Звоните, Бажена Рынска у нас сегодня в гостях Также пишите по WhatsApp 230-6191 В России слишком много знать Сейчас опасно? Да Вы чувствуете себя в безопасности? Нет Угроза от кого исходит? Угроза телевидения, которое занимается травлей Телевидение и такие вот мелкие травельщики К сожалению, активизируют сумасшедших сталкеров Я чувствую угрозу от вот таких грицев Который, помните, был гриц, который перерезал горло Фельгенгауэр Вот я чувствую от таких же сталкеров Сумасшедших угрозу Ну, они как-то подходили к вам на улицу Да, они ходят под домом Они смотрят, горят ли окна Они преследуют, ходят в кафе Даже в Юрмале мы опознали некую женщину Которую, кстати, если вы ее знаете Мы подозреваем, что женщина, которая меня преследует Зовут Елена Дрина Если кто-то что-то про нее знает Если кто-то готов подтвердить это Я была бы вам очень благодарна Я не обвиняю сейчас ее, но я ее подозреваю Значит, нас фотографировали в лайтхаусе Нас фотографировали у дома, даже в Юрмале И то преследуют Вот такие сумасшедшие сталкеры Одержимые люди с не сложившейся жизнью Я думаю, что сейчас этого будет меньше Потому что если раньше я для них была победительницей Жена миллионера Жена самого Малашенко Сейчас, я думаю, что их интерес поутехнет Потому что сейчас-то чего добивать без того умершего человека Я-то сейчас умерла Тоже Поэтому думаю, что их интерес сейчас снизится Но вот угрозу от таких сумасшедших я ощущаю острую То есть это не какой-то заказ каких-то спецслужб? Это просто люди, каптуры? Нет, это общая атмосфера хейтинга На проправительственных ресурсах Активизирует грицев Ну, как можно бороться с хейтерами? В приличной цивилизованной стране С помощью тренинг-ардеров В России никак Ну, вообще, хейтеры вас ранят? Их комментарии? Комментарии меня не ранят Меня очень неприятно, когда переходят в реал И начинают преследовать в реале Вот меня ранят, когда у дома ходят Когда фотографируют окна Когда мы камеры везде из этого поставили Когда следят Я боюсь Ну, человек сумасшедший Сегодня он следит, завтра он с кислотой подойдет Или с ножом Еще одно высказывание Которое я хотел бы, чтобы вы прокомментировали У инвалида есть все права наравне со здоровыми Но нет никакого права, преимущества Например, нет права отравлять здоровым жизнью Да, совершенно верно Да, говорил, имела в виду После этой фразы, после этого высказывания Тоже поднялся большой шум Ну и что? Имею право говорить Это мое конституционное право Говорить то, что я думаю Я его реализовываю Ну, вот сегодня вы говорили о том, что я умерла внутри Вы чувствуете сегодня здоровый человек? Инвалидом себя? Нет, я не чувствую себя инвалидом Нет, я, конечно, считаю, что я не имею права Отравлять людям жизнь Я не хожу по улице, не рыдаю Я не сажусь знакомым на уши Я не прихожу рыдать к знакомым Я не отравляю никому жизнь Я сижу в уголке, тихонечко дома и рыдаю Но сегодня вы все-таки больше Но я все-таки боюсь Я слежу за собой Я не отравляю жизнь окружающим Я не считаю, что моя утрата дала мне право На... дают мне какие-то скидки в социуме Но, тем не менее, как вам кажется Сегодня как-то люди, они относятся с большим сочувствием к вам? Наверное, относятся с большим сочувствием, да Но это сочувствие для вас сейчас имеет значение? Наверное, сначала имеет значение Но представьте себе, когда ты внутри мертвый Что для тебя имеет значение? Да ничего Я все сейчас делаю на автомате Но вы говорите уже не первый раз Сказали о том, что вы чувствуете себя мертвой Но вы планируете ожить? То есть, или вы ставите точку сейчас для себя? Это зависит от ребенка Это зависит от того, получится ли с ребенком То есть, сейчас все в руках, в общем-то, ЭКО? Да А как продвигаются? Я читал интервью, что вы как раз консультировались Ну, вот сейчас эмбриолог приезжает Сейчас приезжает эмбриолог Сейчас давайте мы просто не будем все это озвучивать Чтобы кулачки зажмем И будем держать в тишине это все Продвигается Это продвигается Но вы раньше не хотели ребенка? Да почему не хотели? Хотели мы с Игорем с 15-го года Занимались разными ЭКО-программами С 15-го года То есть, прошло уже? Да, просто у нас не получалось Но у нас сейчас остались замороженные эмбрионы Слава Богу У нас скидывали, суррогатные матери скидывали эмбрионы Значит, эмбрионы были такого качества Но сегодня Вот вы светский репортер, светский хроникюр Сегодня эта тема для вас остается важной? Нет, нисколько То есть, вы пересмотрели свой взгляд Вот это светское общество На сливки общества Да мне просто не интересно сейчас ничего Мне ничего Было молодое, было весело Мне было весело писать филеетон А сейчас мне ничего не интересно Но вы планируете заниматься журналистикой? Наверное, какой-то репортажный Это зависит от ребенка Если у меня будет ребенок, я планирую заниматься всем Если у меня не будет ребенка, я не планирую заниматься ничем Ну, то есть, вы планируете лечь на диван? Как хотите, так и понимаете Я не планирую заниматься ничем, если у меня не получится с ребенком Вы в Латвии планировали открывать средства массовой информации? Ну, мы планировали, да Но что, теперь фирма создана Приходится ее разрушать Игорь, нет, я же одна не буду ничего делать Но далеко вы продвинулись, кстати, в этой работе? Нет, недалеко, только начали А планировали делать информационный канал? Ну, планировали сайт свой делать Информационный? Да 672-12-93-9 672-13-93-9 Здравствуйте, как вас зовут? Я вот звонил вам еще, Александр, да Да, слушаю Вот, судя по голосу человека Все-таки надо почаще ходить, наверное, в церковь человеку Мне это окажется Будет тогда все в порядке Спасибо О май гад Как вы к церкви? О май гад, никак к церкви не отношусь, терпеть не могу Попов терпеть не могу То есть, свечку поставить, ничего такого желания не Не малейшего 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира Бажена Рынская у нас сегодня в гостях Звоните, пишите, комментируйте Ну вот, опять же, из комментариев, которые мы получаем в интернете Многие спрашивают, какая вы в жизни по характеру настоящая Бажена Потому что, опять же, есть сформированный образ Ну, я довольно резкий человек все-таки Я человек грубоватый, рисковатый, прямолинейный Очень абсолютно прямой, как шпала, как дубовый стол Быть прямым тяжело? Тяжело Ну, я вот такая Да, это тяжело Быть кривым, хитрым, этим самым скользким гораздо проще Если, вы понимаете, быть порядочным, чистым, прямым Было бы так просто и легко, все были бы такими Но много шишек набили? Ну, естественно Огребаю постоянно О чем-то жалеете? Часто жалею О чем жалеете? Ну, не будем сейчас, ладно, не хочу Ну, а ваш характер, ваш прямой характер Есть какое-то событие, которое сильно повлияло на вашу жизнь В негативном ключе именно из-за того, что вы такая? Ну, да, было уголовное дело с НТВшниками, когда я их поколотила Конечно, это очень сильно повлияло на нашу жизнь И, возможно, у нас уже с Игорем был бы ребенок, если бы не это Вот эта история, когда они к вашему дому подъезжали Да, 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 да Я очень нервно отношусь, когда пытаются пробраться в мой подъезд, в мою квартиру И одного бугая я же просто из квартиры пыталась выпинать Он здоровый, я его бью, он не поддается Ну, вообще, к журналистам как относится Сначала каким журналистам? Таким журналистам, как Пищикова и Долгинова я отношусь прекрасно К таким, как Саше Сулим я отношусь прекрасно К журналистам Медузы, Колесников, смотря какой Только вот Андрей не путинский, а Андрей второй, Андрей Колесников прекрасно отношусь Есть масса достойных людей Я отношусь очень плохо к НТВшкам и Сявкам, но это не журналисты, это Сявки Сегодня вот в России желтая журналистика, так называемая, потому что мы можем вспомнить Она практически вся желтая Английский опыт принцессы Диана, которая, ну, тоже пыталась скрыться от папарацци Все это, к сожалению, закончило большой трагедией Если говорить о таких таблоидных средствах массовой информации Они сильно отравляют и отравляли вам жизнь? Да, они отравляют жизнь клеветой И подавать суд на них исключительно бесполезное занятие Потому что, ну, копейки присуживают, а потом больше с этим геморроем Да, они отравляют жизнь клеветой Ну, вот сейчас все эти последние трагические события И они накручивают, понимаете, они сначала ошельмовывают меня А потом переходят сумасшедшие под окна И, к сожалению, этот процесс, он неразрывен Но для вас важно было быть популярной? Важно было быть известной? Я никогда к этому не стремилась, это сопутствовало мне само То есть слава – это вообще тяжелое бремя и узнаваемость? Бремя – это тяжелое бремя, когда под твоими окнами ходят сумасшедшие Вот это очень тяжело В основном, нет, это не тяжело Вот часто можно услышать и увидеть какие-то примеры Когда известный человек требует для себя каких-то особых льгот В авиакомпаниях, в аэропорту или так далее и тому подобное Нет, я требую в отношении себя хорошего сервиса Но не потому что я известная, а потому что я заплатила Я требую ровно то, за что уплачено Но так, чтобы я требовала себе какие-то преференции, я не считаю У вас нет ощущения? Потому что я обожена рынска, мне никто ничего не должен Мне должен аэрофлот хороший полет, если я купила билет бизнес-класса И, как правило, я этот хороший полет получаю Аэроболтик мне должен, если я купила билет бизнес-класса И я тоже этот полет получаю Кто-то еще мне должен? Такси мне должно, если я заплатила ему 20 евро Меня должны довезти без запаха немытого тела и без радиошансон Но это не потому что я обожена рынска, а потому что я заплатила деньги И я так считаю Ну зависть, с завистью часто приходится сталкиваться Потому что классовая ненависть, отношение к людям Раньше, да, мне казалось, что все завидовали, что у меня такой шикарный Малошенко Сейчас позавидовать нечем, думаю, что сейчас я уже с завистью сталкиваться не буду Ну зависть вообще это такое чувство, которое разрушает? Я имею в виду, даже если оно по отношению к вам По отношению, конечно, зависть разрушает любого завистливого человека зависть разрушает. Зависть – одно из самых разрушительных чувств, потому что пока ты смотришь, что есть у Васи, проходит твоя жизнь. Ты не видишь, что есть у тебя самого. А вам никогда не приходилось сталкиваться с завистью? Вы сами никому не завистили? Я сама вообще не завистью. Вот всем червиво, кроме зависти. Я полностью лишена зависти. Вот это вот как бы... А какой у вас главный недостаток? Наверное, вспыльчивость. Я совершенно не умею себя контролировать. Я чуть что в пятак сразу. Это как защита такая? Ну, это как ярость. Я очень быстро в ярость прихожу. Быстро отходите? Отхожу очень быстро. Я тоже. Но ярость можно назвать разрушительным чувством? Можно, конечно. Столько дел наворочено в ярости. Приходилось часто извиняться перед людьми? Нет. Я считаю, что когда я всегда в ярости, я всегда права. Я всегда по делу верюсь. Не по делу я не верюсь. Очень редко. Может быть, один раз за всю жизнь я извинилась, потому что была не права. Но вообще извиняться сложно? Нет, мне нет. Нет. То есть, если чувствуете... Если чувствуешь мой косяк, мне несложно извиниться совершенно. А часто, кстати, бываете неправы? Ну, нет. Не часто. Ну, бываю, но не часто. Ну, признаюсь, сразу извиняюсь, прошу прощения. Всегда спрашиваю, чем могу компенсировать. Вот мой косяк, чем могу компенсировать. Вот люди часто теряют друг друга, потому что кто-то не может сделать первый шаг из-за гордости, из-за гордыни. Я могу, я могу. То есть, гордыня не ваша? Ну, не знаю, есть у меня гордыня или нет. Не копалась себе, но первый шаг я всегда сделать могу. У нас остается несколько минут до конца эфира. Вы планируете жить где дальше? В России. На Латвии у меня нет возможности больше. У нас уже нет, не будет этой фирмы, и у нас нет возможности финансовой стать резидентом в Латвии. То есть, у вас здесь был дом, есть дом? Нет, мы здесь снимали квартиру, мы были прописаны, задекларированы на этом адресе, и у нас была фирма, но сейчас уже ничего этого не будет. Когда планируете вернуться в Россию? Ну, я вот планирую скоро, в Капрелю. Но я здесь буду летом. То есть, будете сюда приезжать? Да. Будете в стране снять? Летом я здесь буду, да, с Латвией, да. Латвия для вас страна, то есть, какую роль она сыграла в вашей жизни? Это Латвия, страна, где мы хотели сделать нашим уютный маленький запасной аэродром. И смерть Игоря все поланы перечеркнула. Вот я говорю, смерть Игоря, я до сих пор в это не верю, что Игоря нет. Мы же были абсолютно неразлучны, мы же все время были вместе, мы все время болтали, нам все время интересно было друг с другом, все время репликами обменивались. Я говорю, я не верю, что его больше нет, это невозможно. То есть, когда говорят вдова Бажана Рынской... Я вздрагиваю. Во-первых, я Бажана Малошенко, у меня официальная фамилия Малошенко, но я вздрагиваю. Ну что ж, мы хотим пожелать вам выдержки, конечно, в этой ситуации. Спасибо вам большое, Бажана, что нашли время, что пришли в наш эфир, и что пообщались с нашими радиослушателями с нами. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Спасибо. И до свидания. Продолжение следует...